21 июня представители самой гуманной и благородной профессии отметили свой профессиональный праздник – День медицинского работника. В этом году праздник по-настоящему стал особенным, ведь именно врачи и медсестры приняли на себя главный удар пандемии коронавируса. В преддверии этого замечательного праздника в режиме видеоконференции всех работников медицинских учреждений республики поздравил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Поздравляю всех работников и ветеранов здравоохранения с наступающим профессиональным праздником. Сегодня наша республика вместе со всей страной искренне благодарит врачей, медицинских сестер, санитарок, водителей скорой помощи и диспетчеров за большой и очень важный труд. Перед угрозой жизни и здоровью людей все остальное уходит на второстепенный план. Как и получилось в случае с пандемией. Главная надежда была на вас, медработников, на вашу самоотверженность, профессионализм, преданность своему делу. И вы не подвели. Вместе нам удалось избежать худшего сценария. Думаю, за эти месяцы многие поняли, насколько цена и одновременно рискована ваша работа. Никто, кроме вас, не сможет сделать ее, никто не заменит врача в борьбе с болезнью. Впервые вы первые стоите на ее пути и каждый день работаете в прямом контакте с зараженными, постоянно оставаясь в зоне побочного риска. За все время пандемии в администрации коронавирусом заразилось 79 медицинских работников. К большому сожалению, два случая завершились летальным исходом. Но, несмотря на риски для собственного здоровья, на большую нагрузку вы продолжаете добросовестно исполнять свой долг, спасая здоровье и жизни людей. Все устали, все хотят вернуться к обычной жизни, но никто не сдается. Спасибо каждому, кто на протяжении всех этих тревожных месяцев честно трудится часами, сутками, дежурит в госпиталях, обижает больных на дому, вовремя оказывает экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Мы думаем о вас. Все это время стараемся обеспечивать вам необходимую защиту и материальную поддержку. Помимо федеральных средств были также выведены следствия из деспубликанского бюджета для поддержки всех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом. Болезнь пока не отступила. Сейчас в двух госпиталях в прежнем режиме работают 285 человек. И благодаря их труду люди выздоравливают. Мы очень рассчитываем на вас. Со своей стороны будем дальше делать все возможное, чтобы облегчить ваш труд, снизить риски. Вы показываете пример добросовестной работы и умножаете многолетние традиции отечественного здравоохранения. Поздравлением присоединился и председатель госсовета Хаса Республики Адыгея Владимир Нарошный. Разрешите мне, как ими, депутатов государственного совета Хаса Республики Адыгея от себя лично, тепло и сердечно. Поздравить ветеранов здравоохранения всех сотрудников медицинских учреждений нашей республики с профессиональным праздником днём медицинского работы. Профессия медника по праву считается одной из самых благородных и гуманных профессий. И вы всегда здесь, на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье человека. Приятно осознавать, что в рамках национального проекта здравоохранения и годом в год укрепляется в СССР материально-техническая база медицинских учреждений Республики Адыгея. Успешно умеряются новые методы диагностики и лечения пациентов. Улучшается качество и доступность медицинской помощи. Проводится большая работа по подготовке новых врачебникатов. Хочу подчеркнуть, что вопросы создания высокофиксированной и доступной медицинской помощи для населения Адыгеи остаются в сфере пристального внимания органам государственной власти, находятся на постоянном контроле главы Республики Адыгея, прав-карадвича Кумпилова. Касаясь принятых законов парламента, за последние годы почти треть из них имеют социальную направленность, работают на улучшение благосостояния населения и охраны его здоровья. Сегодня не в простых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией вы часто добровольно рискуете своим здоровьем, часами находитесь в так называемых красных зонах, полной перу и средствами индивидуальной защиты, проявляете настоящее мужество и спасаете человеческую жизнь. Низкий вам поклон за это. В День медицинского работника люди стараются выразить всем однозверную людскую благодарность, признательность и уважение. И это безусловно дорогого стоит. Всех своих коллег с профессиональным праздником поздравил министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Миритуков. Далее началась приятная церемония награждения. Наиболее отличившихся медработников Кашхабрского района поздравили и наградили глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Здоровья всем, берегите себя, своих близких. Вы нам очень нужны от души, передайте, пожалуйста, всем нашу искреннюю признательность, благодарность. Здоровья, прежде всего, вам, родным и близким, благополучия. Мы вас любим, уважаем, как бы тяжело не было, но понимаем, что вы стоите именно на страже того здоровья наших граждан, наших людей, которая вот сегодня в связи с этой ситуацией возникла. Прежде всего, вам здоровья. Благодарностью главы Республики Адыгея за заслуги в области здравоохранения была отмечена медсестра неврологического отделения Валентина Каневская, которая с четырьмя своими коллегами целый месяц помогала лечить больных коронавирусной инфекцией в Республиканской инфекционной больнице. Фельдшер-лаборант Рабигат Мамсирова и операционная медицинская сестра Лариса Кабехова были отмечены благодарностью Госсовета ХАСа Республики Адыгея. Медалью за многолетний труд медицинской сестры от Адыгейской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации была награждена Мавлидхан Киржинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова